Уважаемые телезрители! Против телезрителей сегодня играет команда Андрея Сопрановича. Бизнес-аналитик Вера Рабкина, Витерс. Руководитель уже у нас Иван Топчий Осикович. Менеджер Павел Чернявский, поселок Юбилейный, Минская область. Обладатель малых «Крустальной совы» Сергей Дубилевич. Двукратный обладатель малых «Крустальной совы» Михаил Карпук. Капитан команды обладатель малых «Крустальной совы» Андрей Сопранович. Сегодня против команды Андрея Сопрановича играют Александр Котляров, Старлыги. Артем Межурецкий, Бакситогорск. Светлана Вадейко, Гродно. Сектор Бористо. Николай Осипов, Миоры. Мария Рыбачук, Брест. Денис Володин, Базарный Сызган. Сектор Блиц. Александр Старовойтов, Гомель. Елена Гундорина, Минск. Набил Бринси, Быхов. Алексей Нестеров, Лепель. Тринадцатый сектор. Осенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господин Сафранович, добрый вечер. Добрый вечер, господин Ильич. Десятый сезон у нас в клубе. Десятый сезон ваша. Команда за столом. Практически в неизменном составе. Рекордсмены вы у нас. Никто так долго не продержался. Ощущение, как будто первый раз. Не знаю почему. Андрей, а помните себя и команду тогда, весной 2009-го? Мы недавно с Павлом обсуждали, что очень смешно вспоминать. Мы были очень смешные, растерянные и чудом выиграли. Очень ностальгебельно. Самую первую игру, да, вы вспоминаете? Много смеются про новички. Борис Бурда сказал, что мы наглые выскочки. И нам это очень встило. Да. Ну а сейчас вы кто? Наглые кто? Старички, получается? Получается, что так. Ну, кроме Веры. Кроме Веры, да. Согласен. Ксения Супронович, ну вот про старичков поговорили. А против вас играет наш постоянный автор, врач Алексей Нестеров из Лепеля. Дело в том, что вот какая история. Господин Нестеров, это один из самых эффективных наших зрителей. Десять раз он играл в клубе и восемь раз выигрывал, между прочим. И только в прошлом сезоне господа Гробовский и Оков размочили счет. Ну что ж, будьте внимательны, как вы понимаете, вопрос нелегкий. Это отрывок из стихотворения, автор которого 27 августа 1913 года убедил весь мир в реальности своей затеи. Внимание, вопрос. Вам надо точно назвать этого человека. Парашют. 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 Для 1013 года. 1913 года. Что еще? Нестера поздно, да? Нестера. Нестера, фамилия Нестера. О, вообще отличная. И что? А, Алексей Нестер, отлично. Отлично. Подождите, а она не на Первой мировой войне была? Нет. Раньше раньше, да? Когда на Майлице? Почему для петли нужна опора в воздухе? Парашюты разные были. Парашюты разные были. Почему нет? Придумайте другую версию. Нет. Это правильно. Это нормальный ответ, Андрей. Нормально. Петр Нестеров сделал мертвую петлю. Все. Кто отвечает? Сергей Дубилевич придумал. Добрый вечер, господин Дубилевич. Добрый вечер, господин ведущий. Прошу вас. Мы считаем, что автор эти, что вот в цирене источено Петр Нестеров, правильный ответ, который сделал мертвую петлю на самолете. И тем самым? И тем самым, ну, доказал, что в воздухе везде опора. Понятно. Внимание, правильный ответ. Уважаемые телезрители, когда мы говорили о том, что практически без изменений, то как раз мы намекали на господина Дубилевича, который к команде немного позже присоединился. Ну, и по мнению многих, по крайней мере, в нашей редакционной почте усилил эту команду. Сергей. Не мир хочу я удивить, не для забавы или задора, а вас хочу лишь убедить, что в воздухе везде опора. Коли написано «Петля», то, конечно, это я. Наручаюсь вам, друзья, на петлю осмелюсь я. Одного хочу лишь я свою петлю осуществляя, чтобы эта мертвая петля была в воздухе живая. Автор этого стихотворения – Петр Нестеров. Однофамилиц нашего автора вопроса. 1-0. В сезоне 2018 года интересы телезрителей защищает генеральный директор страховой компании «Кентавр» Сергей Прохорчик. Добрый вечер, господин Прохорчик. Добрый вечер, господин ведущий. Сегодня все телезрители, чьи вопросы лежали на столе, но не сыграли, по традиции нашего клуба получат выплату по страховке – 100 рублей. «Кентавр» – классические традиции страхования. Господин Прохорчик, я знаю, что к осенней и зимнему сезону вы подготовили особый подарок зрителям наших интеллектуальных игр. Что это? Господин ведущий, мы в этом сезоне хотим провести акцию. Для того, чтобы стать участием этой акции, наши телезрители должны зайти на сайт нашей организации ken.by, зарегистрироваться, получить уникальный код. И потом в течение трех месяцев они могут прийти в офисы нашей компании и получить скидки на все наши продукты до 20%. Прекрасный приз к юбилею клуба для наших телезрителей. Спасибо, господин Прохорчик. Господин ведущий, кстати говоря, на знатоков и на вас эти скидки не распространяются. Хорошо, мы не будем. В десятом юбилейном сезоне вместе с нашими знатоками один из самых ярких, прогрессивных и стремительно развивающихся банков нашей страны – «Альфа-банк». «Альфа-банк» – это банк для тех, кто идет вперед. Защищать знатоков от имени «Альфа-банка» сегодня будет руководитель по малому бизнесу «Альфа-банк» Александр Бабко. Добрый вечер, господин Бабко. Здравствуйте, господин ведущий. Господин Бабко, хочу выразить вам благодарность за первое заседание нашего клуба неделю назад. По-моему, все было предельно объективно и вы были большим молодцом. В том числе и вы были лучшего игрока. Так держать. Большое спасибо, господин ведущий. Сегодня бодрое начало. Бодрое начало. Великолепная игра. Второй раунд. В прошлый раз тоже было бодрое начало. Один на один. Тридцать-седьмая игра команды Андрея Супрановича в нашем клубе. Это команда рекордсмен по количеству игр за игровым столом. Интересная история, господин Супранович. Осенью ваша команда играла восемь раз. Три раза вы играли именно во второй игре осенней серии. И все три раза вы, внимание, выходили в финал осенних игр. Вот такая сегодня у нас интрига. Будет ли счет четыре из четырех возможных или нет? Очень хотелось бы. Да. Господин Супранович, для вас осенние игры всегда традиционно были успешными. Посмотрим. Настрой боевой. Посмотрим, что волчок вам подскажет. Быхов будет играть. Тоже постоянный наш автор вопроса. Играет фермер против вас, Набил Бринси из Быхова. Господин Супранович, а вы любите вопросы с предметами? Нет. А я люблю. Внимание! Тогда не вам, а господин Чернявский. Ключ! Внимание! Вопрос. Когда, господин Чернявский, а главное, зачем бедным англичанам во времена королевы Виктории могли на непродолжительное время дать ключ от церкви, как вот этот, который сейчас находится перед вами? Чтобы спать было где-то. Нужно спрятаться. Ребят, похоже на миландемия, Дож, зачем вынесли? Он на кольцо похож. Если атака идёт. Если атака идёт. Если атака идёт. Так, а зачем нам есть ключ? Так, как оборонительное... Погодите. Ребят, у меня вопрос. Можно задать этот вопрос? Не выносить ключ вообще? Да, даже... Да, денег. Какая крючочек, вот. Денег заработать, не знаю, там, допаскин... А, это на кольцо похоже. Это ключ похоже на кольцо. Может, своих колец... Жениться? Когда они... Жениться! Да, у них не было вручальных колец. А, всё! Да, на этот, в такую... Да, вот так получается, да? Да, нормально налазим. Ну, так же. Да, вот так же. Хорошо, что ещё может быть, ребят? Ещё один на двоих. Что ещё можно сделать? Чтобы спрятаться, это может быть долго. Нет, два не решать. То есть, им надо зайти и уйти пять, десять минут, полчаса условно. Что ещё, ребята, что ещё? Еду там хранить. Нет, ещё важно, что бедные отвечают. Но они... Не все. У них чего-то нет одежды. Так, давайте пообулируем. То есть, когда не было денег на кольца во время церемонии. Правильно? Да, да, да. Назимали. Не то, что не открывали. Это именно во время церемонии головой кольца. Правильно? Да, да, да. Ничего. Я скажу. Прошу вас, кто отвечает? Давайте я попробую сформулировать. Попробуйте. Ну, так как люди были бедные, у них, скорее всего, были деньги только на еду, а на украшения не было. И когда они решили сочетаться браком, им нужен был какой-то символический предмет для обмена кольцами. Уже, видимо, тогда была такая традиция. Им выдавали ключ этой церкви. Его очень удобно надевать вот так вот на палец. Ну, символично обменять с кольцами и вступить в брак. Не снимайте. Покажите, как вы это сделали. Вот пусть пока побудет. Ну, у меня сварились, поэтому я на левую. Внимание, правильный ответ. Вот, господин Супранович, понимаете, в чем дело? Вы сняли все-таки? Я же вас спросил. Есть ли? Понимаете, в чем дело? Англичане... Ну, это... Там есть католики, есть протестанты. И именно, вот как вы продемонстрировали, на левой руке они носили такой ключ. А надели бы на правую, мы бы сейчас с вами поспорили. А так 2-0, это правильный ответ. Правильный ответ. Мощно играет сегодня команда. В сезоне 2018 года совместно с юридической компанией Олеников и партнеры, дорогие телезрители, мы продолжаем практику юридического советника игры. Сегодня в спорных ситуациях принимать верные и справедливые решения мне будет помогать юрист Дмитрий Матвеев. Добрый вечер, господин Матвеев. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Матвеев, я вижу, вы себя окружили большим количеством красивых дам. Скажите, вам это как-то помогает формулировать правильно мысли, принимать справедливые решения или как это случилось? Безусловно помогает. Хорошо. Дорогие телезрители, успешный у нас господин Матвеев, потому что такие девушки рядом стоят. А юридическая фирма Олеников и партнеры – это юридические услуги также для успешного бизнеса. Все так, господин Матвеев? Все так. Реклама на ОНТ. На телеканале ОНТ осенние игры «Что? Где? Когда?» Вторая отборочная игра, счет 2-0 в пользу команды Андрея Супрановича. Продолжаем игру, третий раунд. По окончании игры страховая компания «Кентавр» определит лучше вопрос сегодняшней игры, и автор этого вопроса дополнительно получит 500 рублей. Верно я говорю, господин Прохорчик? Конечно, господин Прохорчик. Господин Прохорчик, вот слоган вашей компании. Мы его каждый раз произносим – «Классические традиции страхования». Получается, сам «Кентавр» продает только классические услуги или как? Не, ну «Кентавр» появился в 1991 году, и мы начали с продаж классических продуктов. Поэтому такой слоган. Но на сегодняшний день мы продаем все продукты, которые только разрешены нашим белорусским законодательством. В том числе и онлайн продаем. Онлайн уже у вас пошли продажи. Это прекрасно. Отвечайте духу времени, господин Прохорчик. Я вас поздравляю. 13-й сектор будет играть. Стараюсь. Господин Супронович, напоминаю, что это обычный вопрос от обыкновенного нашего телезрителя, но по необычным правилам. У вас есть два варианта – играть в шестером, но отвечать сразу, либо играть втроем, но на обсуждение будет 20 секунд. Какой вариант вы выбираете? Мы останемся в шестером. Вы останемся в шестером, но отвечать надо будет сразу. Хорошо. Против вас играет менеджер Влада Воробьева из Минска. В 2015 году популярный канадский певец Джастин Бибер выпустил свой четвертый альбом «Purpose». Альбом был представлен, посмотрите на экран, двумя разными обложками, причем вторая была выпущена не сразу, а только через четыре недели после первой. Внимание, вопрос. А по какой причине возникла необходимость в выпуске дополнительной обложки? Совершеннолетний, совершеннолетний. Отвечаем. Прошу вас, господин Суфранович, обсуждения нет. Что-то кто-то успел сказать, давайте ответ. Сергей, Сергей. Прошу. Может быть, я не знаю, какой он год рождения, может быть, он стал совершеннолетним, и может быть, в этом все дело. Потому что ему, ну, сколько там могло, например, 21 год исполниться. Так. И, соответственно, ну, вот одна из этих обложек, поскольку он был несовершеннолетним, не могла, например, пройти цензуру, например. А потом он стал совершеннолетним, поэтому выпустили вторую, где его вообще нет. Ну, да. Понятно. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Ну, а что мне? Господин Дуберевич, ну, я знаю, что вы известный в Беларуси такой наставник по интеллектуальным играм, детский тренер. Поэтому, конечно, у вас вопросы детей и их несовершеннолетия, наверное, в первую очередь на ум приходят, чтобы, не дай бог, себе татуировки не наносили. А ведь в татуировках-то все и дело, господин Дуберевич. Крест. Как вы видите, на первой обложке Джастин Бибер демонстрирует свое тело с татуировками с христианской символикой. Видите? Почему месяц? А потому что такое изображение вызвало господин Супранович в мусульманских странах бурю негодования. Джастин Бибер популярен во всем мире. И для того, чтобы не потерять своих мусульманских поклонников, была выпущена иная обложка. И вот в мусульманских странах продавалось там. Это сложно, но, возможно, размочили мы, уважаемые телезрители, 1-2. Поздравляю, телезрители, с первой победой в игре. В этом сезоне каждый телезритель, чей вопрос выиграет у знатоков, получит приз от 100 до 600 рублей. Сумма выигрыша зависит от счета. За первый выигранный вопрос 100 рублей. За шестой, например, 600. 100 рублей зарабатывает Влада Воробьева, менеджер из Минска. Ну что ж, уважаемые телезрители, хочу напомнить вам адрес для ваших почтовых сообщений. 22 0050 город Минск, абонентский ящик, что, где, когда. Представьте к нам свои вопросы, в том числе и по почте. Мы ждем. Продолжаем игру. Супер-близ. Четвертый раунд. Я хочу напомнить, что в осенних играх также принимают участие команды Елизаветы Гришкиной. Добрый вечер. Алены Повышевой. И вам, здравствуйте. Федора Шведова. Уже принимала участие в игре. И Дмитрия Шпака. Добрый вечер, господин Шпак. Добрый день, господин ведущий. Добрый вечер, госпожа Морозова. Господин Шпак, поможете с Марией и со всей своей командой нам, в первую очередь господину Бабкову, в определении лучшего знатока сегодняшней игры? С удовольствием. А вот сейчас есть какие-то в явном виде, три раунда уже прошло? В явном виде нет. Предпочтения? Нет, пока что не будем загадывать. Меня показывает жену Павла Чернявского, которая на вас посмотрела с осуждением явно. Конечно же, Павел лучше всех, господин Шпак, по крайней мере, пока. Давайте посмотрим на игровой стол. Сектор Бористо. Весь юбилейный сезон 2018 года этот сектор представляет эксперт в мире кофе, кофе Бористо. Сектор Бористо, дамы и господа, вопрос от экспертов кофе, экспертом нашего клуба. Ну а раз эксперты, господин Супранович, то что? То Супер Блиц. Вы угадали, господин Супранович. Осталось вам угадать, кого вы оставляете за игровым столом. Супер Блиц. Три вопроса по два секунды. Обсуждение на каждой. Игроку надо ответить на три вопроса подряд, чтобы принести очко. Прошу вас. Честно, я очень не знаю, как выбирать. Сами оставайтесь. Один раз я попробовал, плохо получилось. Это был мой последний вопрос в Москве. Сергей Дубилевич. Все-таки Сергей Дубилевич. Ну что ж, Сергей Дубилевич, господин Дубилевич, вы обычно в серединке игры у нас выстреливаете, а сегодня сначала вас. Итак, внимание, тишина в студии. Вопрос первый. Чем, по словам президента Соединенных Штатов Америки, Линдона Джонсона, не должен заниматься человек, который, войдя в комнату, не может сразу сказать, кто из присутствующих за него, а кто против. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА прошу ну пусть будет политикой как и сам джонсон если человек который войдя в комнату который вошел в комнату не может сразу сказать кто из присутствующих за него а кто против ему не стоит идти в политику это правильный ответ продолжаем супер блиц вопрос 2 это враг общественной свободы которого следует бояться больше всего ибо в ней содержатся и расцветают зародыши всех остальных врагов о чем так сказал президент соединенных штатов америки джеймс мэдисон прошу пусть будет будет враг общественной свободы которого следует бояться больше всего ибо в ней содержатся и расцветают зародыши всех остальных будущих врагов пусть парадоксально это будет демократия а это война а это война 22 поздравляем сектор бариста 200 рублей зарабатывают эксперты сектора бариста команда проходит за свои игровые места жалко такой был красивый третий вопрос у нас заготовлен экспертами жаль не дошел господин дубелеич до него ничего страшного 13 ушел супер плюс ушел все наши круга 4 подряд напоминаю по традиции сегодня мы выберем лучшего знатока игры который получит специальный приз от альфа банка золотая карта и набор привилегий гол с 500 рублями на счету набор привилегий это комплекс наиболее популярных услуг альфа банка которые упакованы в единое предложение набор привилегий гол включает бесплатный выпуск двух премиальных карт в белорусских рублях долларах или евро с бесплатным обслуживанием и перевыпуском а вот какой уникальный приз получит лучший игрок осенних игр мы узнаем ближе к финалу верно господин бабхо да пока еще рано пусть будет сюрприз это сюрприз да давайте продолжим игру пятый раунд уважаемые телезрители уважаемый господин бабко напоминаю вам состав команды сегодня за игровым столом у нас находится михаил карпук сергей дубилевич вера рабкина иван топчий павел чернявский команды андрей супранович а вас супруга приезжает минск поддержать но господин чернявский супругу всегда на игры берет это у него как счастливый талисман мы помним как-то разговаривали на эту тему но на самом деле я она приезжала один раз но я предпочитаю все таки чтобы не было такого давления то семья у вас супруга давлеет над вами ну нет я скорее я буду спортсмены тоже так они многие спортсмены предпочитают чтобы жены не приходили на стадион потому что их это отвлекает они начинают волноваться больше давайте посмотрим на нашего распорядителя кто ж такой у нас молодец покажите нам распорядителя давайте мы поаплодируем ведь это ж надо умудриться и супер блиц и блиц да браво блиц господин супронович три вопроса по 20 секунд обсудили на каждой чтобы получить очко в этом раунде вы должны правильно ответить совершенно верно на три вопроса подряд а если супронович я еще и почему хотел поаплодировать потому что если честно когда выпал 13 сектор а потом и сектор бариста с спрятанным супер блицом я жду мол до блица дело не дойдет а ведь сегодня вопросы блица андрей для вашей команды лично подготовили писатели из москвы внимание ольга деркач и владислав быков знаменитые игроки интеллектуальных игр прошлых лет очень приятно что у нас такие авторы внимание вопрос первый как известно в финском языке есть слова которые образуются путем соединения двух других слов помнится много лет в москве господин супронович вы и вы в том числе играли на подобные вопросы если слово и ло то есть радость соединить со словом тулитус в переводе обстрел то получится слово и лотулитус а что оно означает салют фейерверк считаем что это в данном случае наверное ну а вам бы что бы ответилось бы вот если бы вам сказали бы вот все таки надо выбрать я бы ответил фейерверк потому что в немецком языке это тоже соединение двух слов и господин дубилевич скорее потому что все таки салют это официальная история да фейерверк можно и дома зажигается слово то народное конечно фейерверк молодец господин дубилевич правильный ответ продолжаем игру внимание блиц продолжается второй вопрос когда человек говорящий на русском языке хочет сказать что везет что-либо туда где этого и так достаточно он говорит что едет в тулу со своим самоваром а что и куда носят в таком случае финны то есть с с с с с с прошу вас кто у вас там знаток географии кто отвечает Я отвечу. Давайте. В Финляндии много озер, может быть, в воду в озера. Ну, или в море, море там тоже есть. Вот, в воду, в водоем. В воду, в водоем. По-фински, господин Супранович, это звучит как Канта-Лунта-Лапин. Это не сауна уже. А переводится это носить снег в Лапландию. География, география. Там Тула, а там Лапландия. Это же логично, господин Супранович. Конечно. Три-два поза телезрителей. Три-два. Не даются команде сегодня Блицы и Супер Блицы. Тем не менее, хорошо сражались. До второго вопроса дошли. А я поздравляю писателей из Москвы. Ольгу Зеркачев и Владислав Быков. Наши авторы зарабатывают 300 рублей благодаря своим вопросам на сектор Блиц. Господин Супранович, ну такое для вас было испытание. Я думаю, надо вам дать немножко дух перевести. Все, уже закончились спецсектора. Отдохните немного, выпейте чаю, расслабьтесь. Чайная пауза. Уважаемые телезрители, в юбилейном сезоне я представляю вам королевский чай Ричард. Чай Ричард – это роскошные классические купажи с необыкновенными и изысканными оттенками во вкусе и аромате, которых не встретишь ни в одном другом чае. Ричард – настоящий королевский вкус. Господин Супранович, ну и как повелось у нас в этом сезоне, хорошая музыка под командной чаепицей. Я беру музыкальную паузу. Мы не взяли, не прийти, не прийти, а прийти, не тренировки. Ну, смотрю я нас все. Ну, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Однако к концу 17 века ситуация меняется. В домах появляются отдельные комнаты, входы для слуг, а в обиход вводятся новые традиции. Разновидность предмета, который в то время приобрел новое назначение благодаря этим переменам, сейчас у нас и находится в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там? Колокольчик, это надо звать ее как-то, да? Колокольчик для преснюки звать, потому что они в разных комнатах, они в таком. Раньше это придумали, давайте еще. Веер какой-нибудь. Еще с ключами. Хорошо, свечи. А веер, может быть, что-нибудь с веером, не хотели обсудить? Разновидность свечи, хозяева в одном месте, слуги в другом месте. Я понял эту версию, будильник какой-нибудь, бутильник надо было, еле вместе могут быть, столовые приборы, собаки, далеко. А попробуй другой вариант, типа, своя диапазона. Раньше для обеда, например, звонили, а теперь звали по-другому. Раньше звали обед, например, сначала обед, а теперь по-другому. Подушка, а сон какой-нибудь, сон, подушка, а дьявол не влезет? Очень маленькое. 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 Висток. Ну, уже много колокольчиков. Долго, две, три дня. Не новый. Не новый. Не новый. Не новый. Колоколы, да? А потом? Да, потом они стали маленькими, их можно было использовать на три дома именно для этой цели. Господин Карпук, ну, обратите внимание, какого размера черный ящик мы вам вынесли. Давайте посмотрим с телезрителями. Это что-то маленький, наш самый маленький черный ящик. Давайте мы его откроем. Что же там у нас находится? Это господин Карпук. Маленький колокольчик, но очень звонкий. Совершенно верно для того, чтобы подзывать слух, находясь в других помещениях. Раскрутила команда вопрос и выходит вперед. Четыре-три. Четыре-три. Компания Волком и клуб знатоков представляют телевидение ВОКО, уважаемые телезрители. ВОКО – это новый формат телевидения, который дает внимание абсолютную свободу перемещения. На ВОКО доступны, например, лайв-трансляции спортивных событий, концертов, разнообразных фестивалей. Внимание, или скажем, раздел господин Чернявский. Синий ВОКО есть даже такой. Смотрите мировые фильмы и мультфильмы для всей семьи на белорусском языке. Скачивайте приложение ВОКО в магазинах приложений или заходите на сайт вока.тв. Внимание, специальный приз от компании Волком каждому игроку команды-финалисту юбилейного сезона клуба знатоков. Полугодовой вот такой подарочный сертификат на телевидение ВОКО. Пользуйтесь ВОКО на здоровье. Реклама новой. Хорошая форма. Хорошая форма. Хорошая форма. Что ты думаешь? Восьмой раунд. Все, все, забыли. ГОСПАДИН СУПРАНОВИЧ Господин Супранович, скажите а мы пришли, почему сегодня не слышно а обычно самого активно Рока команды госпожи Равкиной? Что вы с ней сделали за летний перерыв? Я в сложном вопросе ничего не делал, если честно. Может это плохо, может надо было как-то потренироваться, лишний раз встретиться. Мы же обсуждали это, господин ведущий, и не в обиду Вере Рабкиной сказать, что ее самые яркие игры приходится на те игры, когда все парни играют очень плохо. Так просто получается. Господа Рабкина вторым темпом играет. Да, она играет вторым темпом, поэтому я рад. Сейчас Вера околдовывает волчок своим взглядом, мне показывают Веру, не знаю, что будет. Вера, а вы что хотели, Брест или Базарный Сызган? Что вы там так глядывались? Я хотела Брест. Хотели Брест, а выпал Брест. Против вас играет специалист по работе с кадрами Мария Рыбачук из Бреста. Хорошо. Мария Рыбачук, между прочим, уже играла 14-й раз и сейчас юбилейный 15-й раз играет против знатоков клуба. Владимир Супранович, как вы относитесь к искусству? Крайне положительно. Это хорошо. А вот такого художника Вайсберга слыхали? Если честно, нет. Ну, сейчас про него послушайте одну историю. Советский художник Владимир Вайсберг был очень пунктуальным человеком, поэтому он крайне болезненно воспринимал опоздание натурщиц на сеансы. И даже за пятиминутное опоздание устраивал настоящий скандал. Как-то раз одна из натурщиц, чтобы не опоздать, бежала со всех ног и успела вовремя, но художник ее все равно отругал. Внимание, вопрос. А что на этот раз стало причиной негодования художника? Сильно смешно осталось. Хорошо. Успела вовремя. Вопросы сказали. Успели вовремя. Нет, она бежала со всеми. Ну, погодите. Она опасно. Она бежала и нам сказали, успели вовремя. Разнималась, классно осталась. Может быть, он отругался за то, что она не вышла заранее, а что она именно бежала? Нет, но это все равно причина. Откуда это было? Я не знаю. Она допустила ситуацию, при которой не нужно было швейцов. Да, да. То есть она по-прежнему не пунктуально. Да, да. Еще, еще. Еще. Упала, не знаю. Сломала, ну, не знаю там. Не та прибежала. Она бежала. Она бежала, успела. Оделась не так, не знаю. Оделась не так. Не успела раздеться. Не успела раздеться. Нет, так на туфчество необязательно наш голос. А важно, что он советский там. Нам зачем сказали? Я не знаю, что он советский, да. Часто почасовка какая-то. А, какая-нибудь там рабочая на туфте. Он же не писал голову на туфте. Это не важно. Это не важно. Это не важно. Надо спешить. Хорошо. Я объясню. А думаешь, код? Я объясню. Кто отвечает? Я попробую сформулировать общекомандный базарница с Ган за столом. Ну, нам кажется, что несмотря на то, что она успела вовремя, так как она бежала, она была вся, скажем так, в нерабочем виде вспотевшая и раскрасневшаяся. И в любом случае художник не смог начать работу вовремя, потому что он ждал, пока она придет в нормальное состояние, которое ему нужно для того, чтобы ее рисовать. То есть он ее отругал за то, что она явилась вспотевшая и раскрасневшаяся, потому что она бежала. А что такое нормальное состояние и для чего тогда оно нужно? То есть, ну, причина же должна быть какая-то, за что ее отругали, кроме вредности самого Вайсберга? Ну, у нее был румянец, бросилась кровь в лицо, а ему нужно было белоснежная кожа, допустим. Да, теперь понятно, что вы имели в виду. Внимание, правильный ответ. Господин Супранович, чтобы успеть на сеанс, девушка очень спешила, но Вайсберг все равно ее отругал, потому что лицо, бежавшее со всех ног натурщицы, сильно раскраснелось. И оттенок кожи не стал не тем, какой художник писал на прежних сеансах. Поэтому и пришлось ждать, пока модель, как вы выразились, подостынет. 5-3. 5-3 в пользу команды Андрея Супрановича. Не удалось госпоже Рыбачук победить в этот раз команду. Ну, господин Матвеев, давайте с вами 2 минуты поговорим. Дмитрий, мне кажется, что пока все в рамках правил. Подсказок в зале нет. Отвечает команда достаточно четко и конкретно. Да, абсолютно верно. Пока не к чему тут нам придраться. Команда играет очень хорошо. Пока очень хорошо, согласен. Уважаемые телезрители, партнер юбилейного сезона «Что, где, когда» завод по производству легковых автомобилей «Белджи». Сегодня у нас в гостях директор Гродницкой компании «Альфор», дилера завода «Белджи» Павел Карпач. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер, господин ведущий. А вы можете коротко рассказать нам с телезрителями про флагманскую модель «Джили», выпускаемую на заводе? Как она называется? Особенности? Характеристики? Достоинства? Конечно, расскажу. Очень приятно, что данный вопрос задается именно представителям Гродницкого региона. Считаем, что это определенный знак. Касаемо флагмана, это модель «Джили Атлас», которая уверенно занимает свои позиции на рынке сейчас. Полноценный внедорожник, мы его считаем, который можно приобрести буквально всего от 16,5 тысяч долларов США по курсу. Присутствует три комплектации автомобиля, четыре цветовые гаммы. Создана профессиональная команда как и в Минске, так и в Республике представительства. Ну и, соответственно, вас, господин ведущий, приглашаем в наш дилерский центр в Гродно. Очень вас ждем автомобиля «Дом Кардена». Спасибо. Спасибо, господин Карпачч. Прямо такой рекламный тут текст. Господин Карпачч, вы знаете, вы только что… Вот, господин Супранович, обратите внимание, господин Карпачч только что правильно ответил на пять вопросов подряд. Дай бог и вам, Андрей, еще в этом сезоне научиться отвечать на пять вопросов подряд. Господин Карпачч, пожелаем удачи команде. Удачи, успехов и всем в ближайшие дни пересесть на «Джили Атлас». Хорошо, договорились. Продолжаем игру. Девятый раунд. Господин Супранович, теперь вас, пожалуйста, рассказывайте. Про «Джили Атлас». Про что угодно из «Джили». Нет, просто я очень… Вы увлекаетесь автомобилями? Я дружу с маркой «Джили», потому что… Вы знаете, меня научили правильно говорить «Джили», оказывается. «Джили», да. Несколько лет назад они компания, китайская компания, они купили другой известный шведский концерн, и вместе они работают, и у них получается отличный автомобиль. То есть то, что локализация производства происходит в Беларуси… Это очень большой плюс. В республике открылся наш вот завод здесь, это плюс для нашей страны. Я думаю, что российские автопроизводители тоже будут использовать завод в будущем. Миоры. Но это секрет. Понятно, хорошо. Против вас играет экономист Николай Осипов. Город Миоры. Так, ну давайте уже в шутки в сторону. 5-3 счет. Сейчас каждый правильный ответ «Зантаков» может привести им победу. А вот каждый неверный ответ приблизит телезрители к моему лично любимому счету, господин Топчей. 5-5. Вы это знаете, я его очень люблю всегда. Итак, согласно недавно проведенным исследованиям, большинство американок в ответ на вопрос, куда лучше отправиться на первом свидании с поклонником, ответили – на стадион. Этот вариант оставил позади такие места, как ресторан, дискотека, парк, театр и даже господин Чернявский – кино. Внимание, вопрос. А как американки объяснили свой выбор? Не слышно, что вы слышно. Можно видеть скам? Да, ребята. А может быть, у нас за какой-то командой болезнь? Мне нравится, что вы уйти? Проще уйти. Проще затеряться в толпе и уйти. Нет. Так в театре что же нельзя говорить? Да. Чтобы увидеть, как человек ведет себя на андреналин. Да, вас слушайте меня. Вы понимаете про кискам? Вы понимаете или нет? Мне не нравится. Да, подожди, но уже услышали. Может быть, посмотри, как человек ведет себя на адреналине. Какой он в ярости? Так, еще вариант. Может быть, он сосредоточен на матче, и он не заметит ее недостатков. А, можно одеться попроще? А если нет? А, не надо выбирать, что надеть. Хорошо, это интересно. Надо выбирать, что надеть. Да, не надо выбирать, что надеть. Это лучшее. Это ничем не отличается от театра и кино. Там тоже надо неразговаривать. Так, его одеваться надо, и в театре. В театре надо выбирать, как одеваться. Нет, нормально. Потому что с интересностью нет, но его не надо. Театр же отлично. Почему именно на первое свидание? Ну просто потому... Посмотрите. Впечатление, впечатление, да. Впечатление, да. Впечатление, да. Потому что на стадионе в меньшей степени важно и окружающим, и твоему поклоннику, в первую очередь, как ты выглядишь. Можно не выбирать наряды. Например, можно одеться в футболке в шесть. Можно не думать о макияже. То есть, потому что в меньшей степени на тебя он будет обращать внимание. Поскольку первое свидание – это важно. Первое впечатление произвести – это важно. Вот. То вот это проще. Вот мы так считаем. Меньше нужно следить за своей внешностью. В частности, выбирать наряд. Понятно. То есть, от линии можно так сказать, да? Да. Если так сформулировать. Внимание! Правильный ответ. Господин Дубилевич, мне показывали госпожу Рабкину, когда вы отвечали. Как-то недоверчиво Вера косилась на своего заголовника. Госпожа Рабкина, а вы бы что ответили? Ну, ответ-то уже дан, уже можно. Мне в целом... Вот вам-то кажется. Представьте, что вы американка. Почему на стадион? Ну, мне кажется, что это больше связано с тем, что женщины как-то лучше хотят посмотреть на мужчину с какой-то стороны, ну, там, адреналина или еще чего-то, чем... Ну, то есть, мне кажется, что женщинам нравится наряжаться и, как бы, на свидания ходить. Это, ну, не то, чтобы сильная обуза. Во время... Мужской взгляд на вещи. Вера, правильный ответ знаете какой? Во время матча увлеченный игрой болельщик, как правило, не слишком контролирует свое поведение, и девушка может посмотреть на демонстрирующего все абсолютно черты своего характера мужчину, даже не самое лучшее именно на стадионе, а в кино этого сделать не удастся. Но почему вопрос про девушек, а про Веру даже никто не спросил. Вера, а что ты думаешь по этому поводу? Господин Супранович, все, что я сейчас сделал, это спросил госпожу Рабкину. Вера, расскажите нам, а для чего вы были на стадион? 5-4. До сих пор не нравится. 5-4. Экономист Николай Осипов 400 рублей зарабатывает своим собственным умом. Из МИОР мы вас поздравляем. Уважаемые телезрители, вы видите, вы играете в наших знатоков можно. До сих пор не понимаете. Присылайте к нам свои вопросы. Мы ждем. Десятый раунд. Господин Супранович, рассказать вам, почему вы не понимаете, почему это надо было отвечать. Потому что вы мужчина. Вам и в голову не может прийти посмотреть на вашу избранницу, так сказать, в природном ее обличье, когда она там разгневанная, кричит и так далее. А вот хитрые женщины на нас именно так и смотрят. Поэтому слушать надо было госпожу Рабкину. Вот чем была ваша ошибка. Не первый раз я так ошибаюсь. Да. Давайте посмотрим на игровой стол. Что же там у нас осталось. Скорее всего выпадет Гродно. Хотя может быть и Базар Сазган. Нет, все-таки Гродно. Против вас играет учитель Светлана Вадейко из Гродно. Посмотрите на экран. Перед вами библиотека Гарвардского университета. Названная в честь американского библиофила Гарри Уайденера, погибшего при крушении Титаника. Его мать Элеонора пожертвовала в те времена 3,5 миллиона долларов на строительство этой библиотеки, но с одним важным условием. Если внешний вид здания будет изменен, оно автоматически перейдет в собственность города Кембридж. Внимание, вопрос. А какой выход нашли архитекторы, когда необходимость расширения библиотеки стала неизбежной? Оставили фасады внутри там. Может быть этажи и вниз? Вниз этажи построили. А это технически возможно? Еще, еще, зачем фотография тогда? Еще, еще, еще. Колонны. Там написано в честь Гарри. Гарри Вайшна 1914 написано, почему мы не видим. Может быть оставили стены и как бы просто расширили их как-то? Внешний вид здания нельзя достраивать. Может, если маленькое здание построить точно такое же большое здание? Снесли перегородки. А в чем способ? Почему нет? Вот там мы сделали больше перегородки. Что можно из фотографии взять? Зачем как дали фотографии? У нас двенадцать колонн там, да? Двенадцать колонн там. Семь окон. Под лестницей, соседи. Может быть нам дали фотографию, а потом нам покажут другую фотографию. Смотри, Андрей, просто важно, что он нам маленький, а тогда с подземными катят. Мне нравится эта версия. Кто сказал? Не помню. Паша сказал. Потому что я не вижу других причин, как не изменить здание и увеличить его вместимость. Господин Сафранович, минута окончена. Минуту в кредит брать не можете, потому что 5-4 в вашу пользу и помощи клуба тоже нет. Надо выбирать и отвечать. Павел Чернявский будет отвечать. Отвечайте, господин Чернявский. Ну, попробуем предположить, что если видимую часть здания нам менять нельзя, то менять можно то, что мы не видим. А именно, чтобы площадь увеличить, нужно достроить этажи под землей. Таким образом, внешне ведь не изменится, а площади реально полезной будет больше. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Сафранович, вы вот на эту версию давали господину Чернявскому отвечать? Да, честно говоря, другие мне не очень нравились. Ну, неужели такой начитанный человек, как господин, например, Дубелевич не знает, что такое библиотека Уайденера? Господин Дубелевич, не слыхали никогда такого? Не слыхал. Это вторая по величине библиотека в США. И вот стала она второй по величине, господин Дубелевич. Благодаря тому, что при ее реконструкции построили четыре подземных этажа. Это правильный ответ на вопрос 6-4. 6-4 победа команды Андрея Супрановича. Команда Андрея Супрановича одержала победу от команды телезрителей канала ОНТ. Команда Андрея Супрановича благодаря этой победе, давайте посмотрим, поднимается на первую строку текущего рейтинга команд и становится главным президентом на выход в финал осенних игр что, где, когда. Вот имена победителей. Сегодня играли Михаил Карпук, Сергей Дубелевич, Вера Рахкина, Иван Топчий, Павел Чернявский, капитан команды Андрей Супранович. Дорогие друзья, сейчас подарок от знатоков кофе знатокам телеклуба. Новинка сезона Республики Беларусь Бариста Арт. Бариста Арт – это три уникальных бленда кофе, совершенных, как произведения искусства. Вот нам с телезрителями их видно. Только стопроцентная арабика и всегда свежая обжарка. Господин Супранович, угощайтесь и пейте на здоровье. Бариста Арт – вкус, вдохновение. А сейчас будет определён лучший игрок команды Андрея Супрановича. Господин Шпак, каково ваше мнение? Нам, пожалуй, не нужны проблемы с госпожой Чернявской, поэтому это господин Чернявский. Логично. Господин Барко, но вам-то бояться здесь ничего кроме меня, да и меня не стоит, поэтому давайте, как ваше мнение? Господин ведущий, очень тяжёлый выбор. Тяжёлый. Здесь все игроки достойны стать лучшими, и поэтому, на наш взгляд, лучшим игроком господин Супранович, потому что он сумел эту команду звёзд привести к результату. Это вам госпожа Клюева подсказала, я смотрю, игроки команды Льи Бороды, которые уже в зимних играх подсказывают Альфа-Банку, кого выбирать. Господин Супранович, я вас поздравляю. Лучшему знатку игры вот вам такая золотая карта и набор привилегий Голд от Альфа-Банка и 500 рублей на счету. Всё это ваше, господин Супранович. Спасибо большое. Господин Прохорчик, кому достанется приз за лучший вопрос? Я думаю, что лучший вопрос – это вопрос про американок. Он полезен для белорусских, кстати, мужчин. Вот, кстати, команда это подтвердила. Прислушаться немножко к этому вопросу. Господин Прохорчик, благодаря вашему решению из страховой компании «Кентавр» экономист Николай Осипов из МИО разрабатывает дополнительные 500 рублей. Мы поздравляем нашего телезрителя. Давайте посмотрим, какие вопросы лежали на игровом стороне, но Волчук их не выбрал. Это вопрос из базарного сызгана от нашего постоянного автора Дениса Володина, из Гомеля от Александра Старовойтова и, наконец, из Минска. Это был вопрос от Елены Гундориной. Все перечисленные авторы вопроса получают компенсацию от страховой компании «Кентавр» в размере 100 рублей. Господин Идущий, я хочу напомнить телезрителям… Господин Прохорчик, слушаю вас. Хочу напомнить телезрителям, чтобы они регистрировались на нашем сайте сразу после игры и принимали участие в акции. Хорошо. Уважаемые телезрители, напоминаем вам про сайт ken.by. Правильно я запомнил сайт? Правильно. В следующую пятницу нас ждет игра всегда непредсказуемой команды клуба. Вот уже сколько лет она в клубе, столько лет никто не знает, что же нас будет ожидать. Да-да, дорогие друзья, играть будет команда Дмитрия Шпака того самого. Господин Шпак, вам неделя на подготовку. Спасибо. Эта игра окончена. Господин Супранович, я вас поздравляю. Хорошая игра. Спасибо за игру. Да-да, дорогие друзья, я вас… Я думал, что я издата порвала, التي решила стать п indust Savage. Пока Grove am 18-30 � 16-х. По 96-20 М�ской виной вolie в других в ротах у вас – это последний проект, и это поисkładiverт или великий. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...